Тишину в зале судебных заседаний разбавляет плач родственников убитых девочек, а также жен и матерей обвиняемых. На скамье подсудимых пять человек. По данным правоохранителей, все были знакомы с Назаровым и так или иначе принимали участие в ряде преступлений. Пока судья зачитывает приговор, Михаил Назаров прячет глаза. Своей вины он так и не признал. Он не признал своей вины. Единственное, что он сказал в исключительном слове, что он не виноват, не совершал этого. Настоящий убийца на свободе. Вот он сказал. А вы верите в это? Нет. Мы верим в расследование, которое было проведено, которое длилось год. 16-летние школьницы Елизавета Васина и Алена Косарева пропали в ночь на 24 июля. Они ушли из дома в тайне от родителей. На Пензенской поймали попутку. Больше в живых никто из родственников девочек не видел. Их тела нашли в земле только спустя две недели, недалеко от спуска к Волге в районе улицы Шмидта в Самаре. Место, где они лежали, указал сам Михаил Назаров и его сообщница Татьяна Галкина, которой на момент совершения преступления было всего 17. Наслед преступников вышли благодаря другой девушке, которая также чуть не стала их жертвой. В больницу обратилась одна из потерпевших с заявлением о том, что на них было совершено разбойное нападение. При этом был указан адрес. Оперативные сотрудники вместе со следовательницей Следственного комитета выехали на место. В ходе было установлено, что в квартире находился Назаров и Галкина. В результате беседы с Галкиной последний указал, что они причастны к совершению убийства несовершеннолетних Косарев Ивласин. В момент совершения преступления Михаил Назаров находился под подпиской о невыезде до этого две недели в федеральном розыске за похищение человека. Но привлечь его к уголовной ответственности тогда не удалось. В этот раз обвинение требовало для Назарова пожизненного лишения свободы. Но приговор оказался куда мягче. 25 лет лишения свободы и только 16 из них в колонии строгого режима. Сама совокупность преступлений, особо тяжких, в основном убийства, зверское убийство двух девочек несовершеннолетних, давали мне возможность попросить именно пожизненное лишение свободы. Трех других соучастников преступлений приговорили к разным тюремным срокам. Сообщницу Назарова Татьяну Галкину приговорили к 9 годам колонии общего режима. Кроме того, ей и Назарову придется выплатить денежную компенсацию семьям убитых школьниц. Но для родителей, у которых уже почти не осталось слез, деньги вряд ли станут утешением. В отношении девушки, в отношении Назарова, хотим ли больше вы или нет, самое главное, я определила для себя, что свою девочку я не верну, зависимо от того, какое бы наказание ему не было предъявлено. Несмотря на это, родители убитых девочек все же собираются обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор суда. В свою очередь, защита обвиняемых приговором осталась довольна. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.